Музыка Музыка Тут вообще просто весело Элиптон и здесь другая продукция Ну в общем все здорово на московском велопараде Всем привет, с вами я, Сымзей Итак, осенний московский велопарад Завершающий в 2017 году И нас радует очень множество Любопытных, интересных деталей Ну во-первых Наш веломаршрут опять на протяжении 30 километров Будет пролегать по набережным реке Яузы Набережным москвы реки И через Лужники Опять по набережным москвы реки Финиш парки Красная Присня К сожалению Не мог приехать раньше Поэтому оказался где-то В середине или в конце Колонны Я не знаю, где-то время уже за полдвенадцатого Уже народ потихонечку просто Не просто набирается, а просто Толпами идут Я бы так сказал Музыка Музыка Так, еще ожидаем пока старта Московского парада Но сегодня со мной впервые принимает участие Мой друг Максим Макс, а ты об этом мероприятии знал уже? Да, много раз Но ни разу не принимал участие? Суровнение не У тебя были различные, да, какие-то причины? Да, очень много было причин Московский велопарад начался Сейчас дойдет до нас очередь Чтобы мы стартовали Народ еще прибывает Если сами можете посмотреть Макс в томительном ожидании Вообще просто Ну потому что он впервые принимает участие А для меня это уже седьмой или восьмой по счету Если вспомните Первое видео у меня было С московского велопарада От сентября 2015 года Вот все тронулись С места Московский велопарад Начинается Точнее уже начался П위ниür semanas Махааааааа Вл employees Редактор Сгород Обор attracts Всё Редактор Сейчас поворачиваю на улицу Космонавтов, рядом с гостиницей Космос. Помимо здоровительного, то, что будем 30 км кататься, еще познавательного. Гостиница Космос строилась к Московской Олимпиаде 1980 года. Да, то есть сейчас пока мы толком-то покататься мы не можем. Еще сейчас когда будем пересекаться с трамвайными путями, вот там можно немножко покататься. Ну что, пересеклись с трамвайными путями. Максиму нипочем по трамвайными путями ехать, только аккуратнее на рейсах. У него-то горный велосипед, тут у меня складной. Мне это не очень удобно как раз. Опять кто со своей музыкой? У меня были еще до, накануне до велопарада взять с собой музыку. Но я периодически все же отказывался от музыки. Поэтому просто катаюсь с удовольствием от какой-нибудь музыки. Вообще классно! Только главное не выезжать на трамвайные пути. Хорошо, поток едет. Все, остаемся с трамвайными путями и выезжаем на набережную реки Ялзы. Вот и автобилисты, это авиация. Вот и автобилисты, это автобилисты. Как думаешь, долго будут стоять? 4 часа, да. 3 часа, да. 5 часа, да. 5 часа, да. Вот этот тот тот дайс. Далеко что-то от меня уехал-то? Наверное, тебя заинтересовал этот велопарад? Я хотела просто вперед продвинуться. Ну, как вижу, не продвинуться. Точно уже точно не продвинуться, потому что, я тебе еще раз говорю, колонна просто рассосется. И там начало просто уедет туда дальше. И тогда тешу практически невозможно. Так, сейчас мы едем по Русаковской набережной. Видим этот метровост на Соконической линии Московского метрополитания. Вот он. Поезд номерной 81717, треп 714. И через несколько минут мы будем снова орать под первыми мостами. Под метровым мостом, конечно, там не поорешь, но под следующим уже точно. Ну, волны едут сверху. Но машинист, у них свои там прибабахи, поэтому они не могут отвлекаться. Первый мост сигналит, орут, как хотите. Можно сказать, есть вот первая достопримечательность. МКТУ имени Баумана. И через 300 метров у нас Лефортовская набережная. Под нами самый длинный тоннель в Москве. И является частью третьего транспортного кольца Лефортовский тоннель. Вот сейчас надо бы переключиться сквозь. Но у меня все в правой руке. Поэтому гораздо тяжелее. Лефортовский тоннель через 100 метров. А, вот сейчас спуск. Надо потихонечку 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 потормозить. КОМОЛИТ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Котинческая набережная Дом на Котинческой набережной Еще дали зеленый свет Субтитры подогнал «Симон» Ну вот мы подъехали к главным достопримечательностям Открытый парк «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Интересно, все они достали камеру или мобильный телефон, чтобы снять этот московский велопарад осенний Субтитры подогнал «Симон» Вот, пожалуйста, вот как пред нами выставил парк «Симон» Как-то в следующий раз ходить в парк «Зарядье» Ну что, у нас Кремль Храм Василия Блаженова «Симон» Большой Москворецкий мост И дальше едем До храма Хвиста Спасителя Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Дальше у нас большой каменный мост И храм Хвиста Спасителя На значение светофоров Хотя-то имеет какое-то значение Все-таки Субтитры подогнал «Симон» 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 Уже больше половины Далее у нас Андреевский мост, третье транспортное кольцо И Московское центральное кольцо, которое отметило свою первую годовщину Именно 10 сентября 2016 года Московское центральное кольцо открыло свои двери для пассажиров Ой, блин, я уже свою пятую точку отсидел Не надо как-то некоторое время немножко стоя поехать Так, ну продолжаем по улице Хамонческий вал Рядом у нас будет станция Московского центрального кольца Лужники Ну и рядом еще станция метро спортивная с оконической линией Но реконструкция там вестибюль А сама спортивная-то хорошо работает Кому-то помнишь понадобилось Вот она станция МЦК Лужники Сейчас этот мостик мы преодолеем И продолжаем движение дальше у нас на спуск И выезжаю на набережную Москвы-реки Так, дальше это у нас Новодевичье-набережное будет Рядом Новодевичье-кладбище Новодевичье-монастырь Который сейчас в данный момент на реставрации, реконструкции Ну вот еще автомобили состоят Ну и пусть Вопрос, что выгоднее, велосипед или автомобиль? Одно из двух Ну что, здесь еще асфальт пока не ложили Но приближаемся уже к другим достопримечательностям Мост Богдана Хмельницкого Это здание МИД С отреставрированной верхушкой Ибо величественностью дергается, потому что Дорога здесь не уложена Вот он твой, вот перед тобой Вот она верхушка-то, отреставрированная Дом правительства Российской Федерации После распада Советского Союза В середине 90-х стреляли из этого моста Из танков Здесь рядом гостиница Украина Сталинская высотка Ну что, нам буквально несколько километров осталось До финиша в парке Красная Пресня Мы сделали огромную петлю Это да Это да Величественная гостиница Украина Москва-Сити И нам два поворота осталось до финиша В парке Красная Пресня Сначала на улицу 1905 года А потом на Монтолинскую улицу Кто на самокате, кто на скейтборде Кто на унии или моноцикл Кто-то на своих эксклюзивных В общем, все присутствуют на московском велопараде Поворачиваем на улицу 1905 года Мы будем сейчас ехать просто большую горочку Вы даже не представляете какую Ну раз это большая такси Нет, она впереди Нет, мы вот сейчас до первой перекрестке Мы поворачиваем Я думаю, мы едем все прямо-прямо Нет Мы до первой перекрестки поворачиваем Буквально через несколько сотен метров У нас финиш в парке Красная Пресня Мы буквально находимся впереди Все идущие за нами окей А вот горочка идет прямо впереди Вперед, 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 наверх Но для нас нам закрыли Поэтому только поворачиваем налево На Монтулинскую улицу Вон можно увидеть, что там высоко это все Так, московский велопарад прибывает На финиш в парке Красная Пресня Мы уже свое откатали вместе с Максимом И поедем мы, наверное, либо по домам, либо куда-нибудь еще Ну что, последние слова скажешь? Ну что говорить-то Вот закрылся сезон, летний Летний сезон, да Московского велопарада Макс, передать всем Плавен и пока, я так думаю, да И при этом пока И при этом пока Я тоже даю всем говорю пока С вами был я, СМЗ Подписывайтесь на канал Не забывайте нажимать на колокольчик Ставьте лайки, комментируйте Спасибо, что смотрели Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok